МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом году Российская православная церковь отмечает тысячелетия со дня смерти равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. В Десногорске это историческое событие ознаменовалось открытием Киота, в который поместили мозаичную икону князя Владимира. Это дань памяти князю не только как русскому правителю, но прежде всего благодарность за то, что крещением князь кардинально изменил историю развития нашей страны. Именно с него началось православие в России. 5 декабря митрополит Смоленский Ирославльский Исидор совершил божественную литургию. По завершении молебна он осветил икону и киот. 3 декабря отмечается Всероссийский день людей с ограниченными возможностями. В детской музыкальной школе нашего города в честь мам, которые воспитывают особенных детей, состоялся праздничный концерт. Подробности в нашем следующем сюжете. В Десногорске уже много лет существует общество инвалидов, руководит которым Татьяна Георгиевна Желтышова. Для людей с особенностями сейчас разработано и действует много социальных программ. Они успешно реализуются в нашем городе. Об этом на вечере рассказал заместитель главы администрации Сергей Тощев. Для них у нас в городе созданы все возможности для их развития, как получения основного образования, так и дополнительного образования. Детская музыкальная школа и Дом детского творчества дают очень много возможностей для такого развития. Самые творческие, спортивные и интеллектуальные в этот вечер были отмечены почетными грамотами и памятными подарками. С концертными номерами выступили учащиеся педагоги детской музыкальной школы имени Михаила Ивановича Глинки, участники коллектива «Бартовской песни «Окно». Ребята из общества инвалидов свои выступления и яркое творчество посвятили самому дорогому для них человеку – это своим мамам. В Смоленской области людей с ограниченными возможностями обеспечат техническими средствами реабилитации. Об этом на Координационном совете сообщил управляющий регионального отделения Фонда социального страхования Александр Глушко. Ежегодно более 10 тысяч смолян обращаются с заявлениями на обеспечение их техническими средствами, реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями за счет средств федерального бюджета. Александр Глушко пообещал, что средств хватит на всех. А сейчас блок криминальных новостей. 2 декабря работники кафе, расположенного недалеко от деревни Каменка Кордымовского района, сообщили, что в драке неизвестный мужчина стрелял в обидчика. Полицейские установили, что между двумя мужчинами вспыхнул словесный конфликт. Выйдя во двор, они стали драться. Потом один из участников потасовки достал пистолет и несколько раз выстрелил. Никто не пострадал. Стрелявший скрылся из кафе на иномарке. Полицейские объявили розыск машины. На 372-м километре трассы машину остановили. В салоне находились четверо мужчин, жители Смоленска. У одного из них обнаружили травматический пистолет. У его спутника в кармане нашли пакетик с амфетамином. Против мужчин возбудили уголовные дела. В первое отделение полиции в Смоленске обратилась женщина с заявлением о пропаже племянника. Она сообщила, что на мобильный телефон позвонил ее 36-летний племянник и сказал, что его вывезли в лес и выстрелили в живот. Просил не отключать телефон в надежде, что по сигналу его найдут полицейские. Сотрудники уголовного розыска установили людей, которые видели мужчину последними. Соучастников преступления было двое. На допросе один из подозреваемых дал признательные показания и указал место, где спрятали труп. В лесу около деревни Гречишина полицейские обнаружили мужчину, закопанного на глубине около двух метров. По факту убийства возбуждено уголовное дело. О криминальной обстановке в Десногорске за прошедшую неделю расскажет капитан полиции Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 138 сообщений о преступлениях и происшествиях. Из них 6 сообщений о преступлениях. Зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 121 административное правонарушение. В том числе и нарушение правил дорожного движения 88. В состоянии алкогольного опьянения за управление транспортным средством задержан один водитель. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 11 человек. За совершение мелкого хулиганства к административной ответственности привлечены 4 человека. За продажу алкоголя дети могут привлечь к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа на продавца от 30 до 50 тысяч рублей, на руководителя компании от 100 до 200 тысяч рублей, на саму компанию от 300 до 500 тысяч рублей. Привлечение к административной ответственности за продажу алкоголя несовершеннолетним является основанием для аннулирования лицензии. Если в течение полугода после привлечения к административной ответственности контролирующими органами будет повторно зафиксирован факт продажи алкоголя детям, то наступает деяние, влекущее уголовную ответственность по статье 151.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает штраф в размере от 50 до 80 тысяч рублей или исправительной работы на срок до одного года с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. По закону, при возникновении у продавца о подозрении по возрасту он обязан запросить у покупателя документ, подтверждающий его совершеннолетие. Хорошим напоминанием запрета продажи несовершеннолетним алкоголя является объявление о том, что алкоголь и сигареты несовершеннолетним в магазине не продаются. Вяземский подросток на спор заминировал «Газпром». Днем 4 декабря в диспетчерскую службу ОАО «Газпром» в Вязьме позвонил неизвестный и сообщил, что в здании заложено взрывное устройство. К достоянию России на улице Репина тут же стянули полицию и МЧС. Помещение обыскали, но бомбу так и не нашли. Как выяснилось, звонили с таксофона, расположенного в Гагаринском районе. Выехав в соседний район, полицейские установили, что звонил 13-летний житель одной из местных деревень. Он рассказал, что позвонил на спор, когда возвращался из школы с приятелем. За шалости придется отвечать родителям. В Смоленске прошел санкционированный митинг дальнобойщиков, недовольных системой сбора денег за передвижение по федеральным трассам Платон. Митингующим предложили договориться с властью о смягчении действия новой системы дорожных сборов. Однако, протестующие отказались идти на уступки и потребовали полной отмены пресловутого Платона. Во время акции собрали подписи под обращением с соответствующим призывом к президенту. Это же требование закрепили и в резолюции митинга, который направят губернатору и депутатам облдумы, чтобы они помогли вынести позицию смоленских дальнобойщиков на федеральный уровень. В самоправосглашенной Донецкой Народной Республике в воскресенье 6 декабря отметили День Георгиевской ленты. Для этого праздника жители Смоленска подарили дончанам георгиевскую ленту длиной 400 метров, которая была создана к годовщине Великой Победы. Ширина ленты составляет 36,5 сантиметров, а площадь ее поверхности 140 миллионов сантиметров, что соответствует численности населения России вместе с Крымом и Севастополем. Напомним, что гигантскую георгиевскую ленту создали в Смоленске в прошлом году. Инициативы смоленского губернатора по совершенствованию земельного законодательства нашли поддержку федерального центра. В частности, будет сокращен срок, после которого необрабатываемые участки можно изымать у собственников. Имеются в виду земли сельскохозяйственного назначения. Данный проект в настоящее время проходит процедуру согласования в федеральных органах исполнительной власти. С 13 декабря жители Смоленска снова смогут добраться до Болгарии по железной дороге. Напомним, что год назад поезд между Россией и Болгарией отменили из-за конфликта на Украине. Из Смоленска поезд будет отправляться ежедневно. В пути придется провести 46 часов, зато в очень комфортных вагонах. После Смоленска будет 6 остановок Минск, Белград, Брест, Варшава, Братислава. Напомним, что для перемещения по Европе нужна шенгенская виза. А теперь о спорте. Смоленин Виктор Калибабчук завоевал Кубок мира по масс-рестлингу в финальном этапе Кубка в весовой категории свыше 125 килограммов. Ему не оказалось равных среди спортсменов из 17 стран. Состязания представляют собой перетягивание палки двумя сидящими на помосте соперниками. Отметим, что масс-рестлинг появился как национальное состязание северных народов России и лишь недавно оно превратилось в международный вид спорта. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna-tv.ru. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok